Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Гимс, и я продолжаю играть в игру Injustice God of Uncast. Это у нас марафон, и наконец-таки я записываю ролик. Два дня ничего не происходило по той причине, что не было ни монет, не было ни N-Metal. Я не знал, что проходить, и на самом деле, конечно, максимум, что я мог сделать, это пройти испытания. Но мне показалось, что именно на легком уровне сложности проходить на данный момент испытания не так интересно. Побеждать я могу одним персонажем, и в принципе, да. На данный момент у меня коллекция такая, что я без особых проблем могу пройти легкую часть испытания и перейти уже на следующую. И кто у меня справляется? Джессика Круз Возрождения, конечно же. Плюс рыцарь Архема, если вдруг потребуется, то им тоже можно воспользоваться. А перед началом ролика немного рекламы. На данный момент на сайте ProSeller.org работают достаточно крутые скидки. Кстати, они будут в описании под этим роликом. И вы сможете приобрести персонажи, валюту, и не только по игре Injustice God of Mancast по низким ценам и быстрой доставкой. Все, что вам нужно сделать, это, конечно, перейти по ссылке в описании. Как вы видите, здесь достаточно большое количество как персонажей, так и самое главное N-Metal. За N-Metal вы можете приобрести тех самых супер крутых персонажей, которые на данный момент есть в игре. Спешите, количество скидок ограничено. А мы продолжаем. Но я вам скажу так, что босса я победил только лишь одной Джессикой, и это вообще никаких проблем не составило. Я думаю, многие кое-что заметили. Затана заняла вторую строчку. Да, обогнала уже и Джессику Круз, и в скором времени, мне кажется, обгонит рыцаря Архама. Она уже ему на пятки наступает, потому что вы посмотрите. Урон у рыцаря Архама 9633, у Затаны 9108. Еще немного, и Затана станет самым прокаченным и самым мощным персонажем у меня в игре. Но самым прокаченным я бы не сказал, но то, что самым мощным, это точно, потому что добить 49-й, а то уже практически 50-й левел, как у Джессики, будет достаточно сложно. Ну и давайте перейдем сейчас в Старлапс, по урону распределим. И я хочу вот Джессику до 50-го левела, если получится добить, но мне кажется, что нет. Нужно еще будет немного подождать, потому что все-таки, как ни крутить, да, 200к надо, у меня 148 тысяч получилось картами выбить. Ну и плюс у меня еще, по-моему, карты крупные и некрупные модификации есть в режиме Выживший. Давайте перейдем и посмотрим. Дошел я до седьмой битвы, и знаете, в чем проблема? Вот раньше такого точно не было, а сейчас я обратил внимание на такой момент, то, что игрушка в какой-то момент времени, она просто берет и замирает. Вот серьезно, просто глючит. И таким образом приходится ее брать, свайпать, закрывать и перезаходить заново. И в этот раз у меня произошла в режиме Выживший такая вот ситуация, и все, что я мог сделать, это, конечно же, перезайти, но из-за этого ты теряешь здоровье небольшое. То, что ты потратил в битве, ты его теряешь. И при этом у тебя остается все та же самая битва. И у меня, по-моему, бой в режиме Выживший 4 был, и мне пришлось его два раза пройти. Вот именно из-за этого лага. Я не знаю, у всех ли зависает игра, но вот у меня она зависает периодически, это точно. Режим энергосбережения требует уже телефон, это потому что я только что сидел, играл и играл. Ладно, давайте выйдем и посмотрим, что мне сейчас выпадет. Выйти с награды, конечно. Ну и что я? Карту экипировки выбью или модификаторы? Ну, урон малое. Малое урон. И крупное... О, опыт. Ну, опыт это такое себе. И кинжал неофита лиги убийц. Отлично, да. Я выбил еще одну экипировочку. И что у нас здесь? Здоровье среднее. Ладно, все равно экипа, мне кажется, не выпало бы. И в целом, то, что есть, уже очень даже хорошо. Так, на Затану. Я не знаю, оставить ли ей когти. Я вот не знаю. Давайте посмотрим, сколько. Нужно сейчас 20 получается. Да, 20 вот этих вот штук. Кстати, у меня 150 тысяч монет. Откроем набор. Просто хочется посмотреть, что и как. Ну и давайте выберем новую экипировку. Где она? А, блин. А у меня два кинжала неофита лиги убийц. Ах, мне казалось, мне что-то другое выпало. Придется разбивать и смотреть. Ровненько двадцатку получаю, чтобы прокачать когти. Окей. Блин, печально, конечно, печально. Я думал, что мне другая экипа выпала. Просто здесь не только кинжалы. Что еще есть? Вот самое интересное, что есть еще, кроме кинжалов. Потому что там два вида оружия, по-моему. И я хочу вот посмотреть сейчас, что именно. Да, вот как вы видите, кинжал и что-то по типу ножа лиги убийцы есть еще. Я вот подумал, что у меня нож был и мне выпал кинжал. И на самом деле это не так. И это очень и очень печально. Ладно, насчет испытания. Я уже на сложности эксперт нахожусь. Я об этом говорил, но все-таки уточню еще раз. Испытание два проходится на легком. Испытание на один по сути тоже, потому что мне попадали карты. И я, допустим, ту же самую женщину-кошку бронзовую прокачал уже до четвертой элиты. Пройти испытание один будет не проблемой. Испытание три здесь, возможно, придется повозиться. Но, опять же, тут все будет зависеть от того, что мне выпадет в серебряном наборе. Потому что я первоначально буду испытания тогда четыре проходить и пятое. На пятом испытании требуется Джокер. Ну и здесь персонажи не то, чтобы прям супер-пупер прокачены. Но Джессика Круз и, опять же, рыцарь Архема, они сто процентов справятся. И я думаю, что кое-как, но все-таки пройду. У меня на данный момент 145 анметал. И да, я прохожу фантомную зону. У меня два кристалла. И, конечно, хотелось бы, чтобы уже было все пять. И я выбил нового персонажа. Но пока набирается очень и очень сложно вот эта вот вся тема. И кристалла выбить тоже периодически достаточно сложно. По поводу коллекции. Я, конечно, обратил ваше внимание на трех своих первых персонажей по урону. Но все-таки давайте рассмотрим ее поближе. Вот Орлица Темнейшая Ночь. Я ее практически не качаю, но она есть. Женщина-кошка Рыцарь Архема. Сразу же начну прокачку этого персонажа, как только получу первую элиту. Первую элиту. Длительный урон от так Женщины-кошки не снимается после выхода из боя. Длительный урон становится сильнее с каждым персонажем из Рыцаря Архема и в ее команде. А у меня уже есть Рыцарь Архема. И в скором времени следующий персонаж, если кто не знал, то заходим в магазин и смотрим. Следующим персонажем воспитания будет Харли Куин из Рыцаря Архема. Потому что раньше это было в Мортал Комбате, можно было заранее получить персонажа. Точнее, первоначально это было в Injustice Mobile, потом в Мортал Комбате сделали то же самое, потом это убрали. Но в Injustice Mobile осталось то, что каждый раз перед тем, как будет выходить какой-то персонаж воспитания, появляется на него ранний доступ. Вот сейчас ранний доступ на Харли Куин из Рыцаря Архема. Итого у меня будет команда. Ну, я надеюсь, что там будут персонажи, которые мне нужны. Но если вдруг нет, то, скорее всего, я буду тратить монеты. Ну, а так, есть еще максимальный комплект злодея-чудовища. Я даже читать не буду. Но 7500 рублей потратить на этот набор? Нет. Ни в коем случае. Никогда в жизни этого не сделаю. Ну и давайте откроем набор за 150 тысяч. Посмотрим, что мне выпадет. Я надеяться буду на... Даже не знаю кого, но на Джессику Круз. Вот хотелось бы именно выбить Джессику Круз. Давайте посмотрим, что мне выпадает. И зеленый фонарь Джон Стюарт. Зеленые фонари нынче в моде. У меня уже, как минимум, 4 зеленых фонаря. Два из них бронзовый, один серебряный и один золотой. Джон Стюарт. Хороший ли это персонаж? Не знаю. Честно, не помню, что за он. Но, по-моему, сам по себе хороший. Ладно, сейчас давайте глянем, что за он. Итак, сегодня два новых персонажа появилось. Вот так вот лучше показать. Да, два новых персонажа. И что у нас? Когда здоровье зеленого фонаря или его союзника падает до 20%. Возникает... А, все! Все, 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 все. Я вспомнил, что за он. Да, это тот персонаж, который делает барьер. И это очень крутой перс. Меня в битвах по сети, когда ставят Джона Стюарта... Блин, меня просто бесят. Потому что ты наносишь урон. Ты вроде уже добиваешь соперника. И когда меньше 20%, даже при спецприеме, у тебя проявляется этот... Я не знаю, как выразиться, но ужаснейший щит, который очень сильно мешает. Приходится ставить блок и ждать того момента, пока он исчезнет. Своего рода, если сравнивать с Mortal Kombat'ом, это либо призрак, либо костяной щит. Вот приблизительно вот эта вот тема с барьером. Это тоже самое. Бесит. Очень сильно бесит. Это может произойти один раз за поединок с каждым персонажем в отряде. Это круто. Это крутой перс. Его нужно прокачивать. И ему нужно даровать 49-й левел, как у Джессики Круз. Тогда Джессика Круз плюс этот персонаж, это будет имба, мне кажется. Разносить будем всех и каждого. Вот как-то так. Блин, классный перс мне выпал. Не ожидал, но мне понравилось. Так, давайте снова зайдем в Star Labs. Снова выберем Джессику. И снова ей поставим крупную опыт модификацию. По-быстрому ей будем копить 50-й левел. Потому что мне хочется это сделать как можно быстрее. Ну и Иритрио Архуму, я думаю, в Star Labs я подарю и урон, и здоровье. Да, малое, но что поделать. Применяем. Отлично. Здоровье 17 тысяч, урон 9650. Затана придется постараться. У здоровья 17к это клево. Это сейчас на данный момент самый мощный персонаж по здоровью. Это хорошо. Ну и по урону, конечно же, тоже. Блин. Вот персонажи прокачиваются. Ну а дальше что делать, я даже не знаю. Карты. Ну тут 900, 600, 900 и 900 монет. Ну не знаю, такое себе на самом деле. Много монет я с этого не заработаю. Поэтому смысла обращать внимание на это нет. Я буду проходить испытания 1. Я буду проходить все испытания. Пытаться и зарабатывать, конечно же, новые монеты. И в скором времени записать ролик, где буду либо проходить как раз таки вот эту вот женщину-кошку. Которую будет достаточно сложно, на мой взгляд, пройти. Как это было в свое время с рыцарем Архама. И также буду, конечно же, стараться открывать новые наборы и выбивать новых персонажей. Потому что кто-кто, а эти персонажи нам очень сильно сейчас требуются. В поединках по сети, да, напоследок хотелось бы поговорить и об этой теме. Пока я не достиг. Я на 10%. Даже не на 10%, по-моему, а на 15% нахожусь. Сейчас я не сюда зашел. Легче прочекать. Ох, не туда я захожу что-то. Вот, сезонные награды. Я сейчас, получается, в лучших 15%. Нужно как-то лучшие 5% достигнуть и забрать в флэш «Темнейшая ночь». Крутой персонаж, плюс гиперскоростной костюм будет здорово. На это очень и очень круто. А первое место вообще, получается, первый уровень и третья элита будет. Ну, прокачаться, если это у Иперса, мне кажется, это будет топово. Но это первое место. На первое место нам смотреть смысла нету. Это долго, долго. Еще раз повторюсь, наверное, долго нужно копить. Да. В общем, как-то так. Вот. Поэтому я не записывал два дня ролики, потому что не было, что записать. Но при этом марафон продолжается и будет продолжаться. На сентябре ничего не заканчивается. На сентябре мы только начинаем развиваться. Вот, что я хотел бы сказать. Поэтому ждите, ролики будут. Если они не выходят, это просто-напросто, ну, нету материала. Ничего не могу с этим поделать. А на этом пока что все. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.